Я думаю, что одним из главных моментов, которые сегодня мы рассматриваем, это обеспечение политической стабильности. Я думаю, что политическая стабильность, она прежде всего основана на взаимном уважении и прежде уважении главе государства, который у нас был и который здесь находится. И поэтому я думаю, что она какой-то регламент превысила, я думаю, это допустимо. И, к сожалению, у нас никто так не обращается, как вы знаете, на Западе, допустим, человек был судьей, к нему обращается, даже он ушел с судейского поставима, обращается к господин судья. Я думаю, нам надо все-таки уважение проявлять и к лидерам нашего государства, и даже их будет много, и каждому надо обращаться соответственно. Я к чему это все говорю, потому что очень много призывов, как надо жить, и для того, чтобы выйти на конкретный уровень, вот я являюсь одним из представителей формы политических партий, общественных деятелей, молодежных организаций. Мы провели уже, по-моему, четыре заседания. И на этих заседаниях тоже было выработано предложение о том, чтобы все-таки пойти по конкретному пути и предложить конкретные вещи. И вот одним из таких решений, это только одно из решений, дальше тоже будет на других форумах вырабатываться, это вот Джигиче Килишим, мужское соглашение. Если вы посмотрите, оно очень конкретно. Я обращу только внимание на следующий момент. Все говорят о том, что сегодня идут толстосумы, денег у кого, если у кого-то денег нет, он не выйдет в выборы. Поэтому главное условие, которое мы хотели забить в этом соглашении, это проведение совместных теледебатов. Проведение на стадионах встречи, другие какие-то такие пиар-акции, они ничего не дают для понимания, а что хочет этот человек, который придет и станет главой государства. Только совместные теледебаты по нескольким темам, не по одной. Как пришли и начинается такой винегрет, расскажи об этом, расскажи об этом, каждая конкретная тема. Минимум уже две темы есть, это внешние, это вопросы безопасности, обеспечение, значит, сохранение суверенитета, обороноспособности. Как президент он должен обеспечить единство народа, государственной власти, вот то, что Роза Исаак нагрела, судебная система и так далее. То есть тем накапливается достаточно около, около 10 тем. И вот лидер будущий должен по этим темам выступить, народ должен сравнить. Вот это первое, что мы хотим заложить в этом мужском соглашении. Говорят, если женщина пойдет, но я разговаривал с одной из женщин, которая может быть претендентом. Она сказала, ну что ж, я могу усилить это мужское соглашение, если кто-то нарушит его, я юбку сниму и заставлю его одеть. Я думаю, поэтому мужское соглашение она достанет, чтобы человек немножко понимал. И вот второй момент, который связан с этим соглашением конкретно, я детали не буду все повторять. То, что касается технической стороны, то, что говорил председатель ЦИК, здесь есть вопросы. Давайте мы отдельно на эту тему поговорим. Почему? Потому что здесь много вопросов возникает, когда речь идет о том, что в 20.00 или в 20.45 эта урна выдает сразу на центральный сервис все данные. По прошлым выборам невозможно было в судебном порядке добиться потом пересмотра. Невозможно. Поэтому вот здесь эксперты, которые писали, как этот, значит, должен подсчет пройти, мы один из вариантов предлагаем. Если спорно, давайте отдельную тему этому посвятим. И в том числе кандидаты должны сами посмотреть, как это все выглядит. Но очень важный момент еще связан с тем, что, значит, мы одним из пунктов записали, что будущий президент, он должен быть вне партии. Здесь правильно говорилось о деполитизации, тем более он разглавляет силовые структуры.